Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ. И сегодня понедельник, а это значит, мы опять отвечаем на ваши вопросы. И сразу, без раскачки, вопрос первый. Массовая поп-культура наводнена этими самыми транквилизаторами. Песни, занимающие первые места в чатах, поют о том, как авторы принимают ксанокс и бензы. Бензах, я не знаю. Кадеиновый сироп. Кадеиновый сироп к транквилизаторам не относится. Откуда вы можете знать сами, сколько из тех пациентов, кому вы их назначили, не принимают их в разы больше? Вы вот если спец, то скажите, ну неужели те вопросы, которые в СНГ привыкли решать транками, нельзя решать иначе? Андрис, это вот соулитис дремучий витамода. Полагаю, хотел сказать, что работать с головой нужно глубже и велирней, нежели чем глушить все такой аптечной наркотой. А ведь транки реально работают, людям реально после них уютнее, спокойнее и комфортнее. И они могут это использовать чаще, чем нужно. Умерла собака таблетку, начальник отчитал еще, жена изменила снова. А реальность, которая вызывала эти эмоции, не изменилась. Чем это не героин или алкоголь? Ну, тут сразу очень много вопросов. Надо вам сказать, что если вы посмотрите один из последних моих роликов по поводу этого самого дремучего витамода соулитиса, как он подсаживал людей на бензы, это как раз и будет вам ответом на многие из этих вопросов. Вот он там хорошо описывает ситуацию, когда он фактически ее не контролирует. То есть он назначает бензодиазопины, которые действительно вызывают зависимость. Человек принимает одну, две, три таблетки, потом приходят к нему 30 таблеток, потом начинается одна пачка, две пачки, а он как бы сидит и за всем этим наблюдает. Так вот, не наблюдать надо, а предотвращать, потому что уже много лет, по крайней мере лет 40, существуют совершенно четкие рекомендации по тому, как действовать, чтобы этого не было. Прежде всего контролировать. А как мы, собственно говоря, можем контролировать? Очень легко контролировать препарат, если он выписывается строго по рецепту, и в аптеках его купить нельзя. И тогда пациент приходит к тебе, и он рассказывает, что что-то у меня возникли проблемы. Если раньше мне помогало одна, две, три таблетки, то теперь стали только четыре или пять таблеток. Сразу понимаешь, что действительно здесь происходит нарастание, как говорят психиатры, толерантности, требуется большая доза, и, конечно, надо этот препарат отменять. И надо вам сказать, что есть очень хорошие меры по предотвращению вообще назначения препаратов, транквилизаторов, бензодиазепинов. Они были очень и очень простые. Смотрите, было простое правило. Не назначать бензодиазепин наркоманам. Не назначать бензодиазепин людям, которые склонны к формированию зависимости. И ведь это же работало, можно было выявить человека, который склонен к зависимости. Это может сделать, в принципе, любой психиатр. Дайте ему чуть-чуть больше времени, и легко это все определяется. И тогда вы не назначаете транквилизаторы бензодиазепины, и больной не становится зависимым от бензодиазепинов, потому что ему эти бензодиазепины просто не назначили. Нельзя назначать, конечно, бензодиазепины на продолжительное время, то есть бессрочно, это никогда не нужно делать. Нужно всегда было планировать, сколько, на какое время назначать бензодиазепины. То есть есть, на самом деле, комплекс мер. Беда в том, что вот эти все витамоды дремучие, они этого всего не знали. И они не контролировали прием бензодиазепинов людьми, которыми они назначали. И в результате получалось, что приходят к этому самому витамоду, а уже 30-40 таблеток, как он говорит, этого самого бромозепама, выговорить он даже это не может. Ну и плюс, конечно, наша аптечная система, когда что-то можно было добрать из-под полы. Вот все это и привело к той плачевной ситуации, которая сейчас. Плачевная ситуация заключается не в том, что, ну скажем, бензодиазепины вызывают зависимость, а в том, что бензодиазепины просто исчезли. А ведь нигде в мире, вот в Москве, например, они просто исчезли из аптек, а ведь нигде в мире, ну просто потому, что они выписываются на номерных рецептах, их надо хранить определенным образом, под защитой 100 десантников, на глубине 100 метров, в шахте. Конечно, ни одна аптека такую шахту не выроет, и в результате они исчезли, бензодиазепины. Но ведь нигде в мире не ставится задача, чтобы бензодиазепины исчезли. Всемирная организация здравоохранения, на которую любят ссылаться различные псевдоблогеры медицинские, так вот она поставила требование, чтобы бензодиазепины обязательно были в арсенале психотропных препаратов, как дешевые доступные препараты. Другое дело, что их надо, конечно же, контролировать. А вот этого не делали, благодаря таким, как этот самый Андрис Саулитис, у нас сейчас возникла очень и очень тяжелая ситуация. Конечно, он не один. Конечно, таких врачей было очень и очень много. Ну и здесь есть комплекс вопросов, потому что люди могут использовать гораздо чаще, чем нужно. Совершенно верно, они могут использовать гораздо чаще, чем нужно. Но вы выявляйте, надо было выявлять эти ситуации, когда они использовали чаще, чем нужно, и просто отменять эти препараты. Следующий вопрос. Здесь про доктора Султанова, вырванный из контекста речь. Султанова преподносится как глупость большинства психиатров, которые используют ССС как препараты первой линии при депрессивных расстройствах. Дофамин является прекурсором норадреналина, и производство мелатонина связано с производством серотонина, стриптофана. Вам ли это не знать, Михаил Юрьевич? Вы передергиваете. Я, конечно, Султанова не знаю, насколько он хороший специалист, но вот ваше желание раскрутить свой канал на хайпе с более продвинутыми каналами, она очевидна. Ну, что я вам могу сказать? Во-первых, передергиваю, конечно же, не я, а мы доказали, посмотрите, у нас есть плейлист «Мамедыч. Жизнь хирурга и моча в голове». Передергивает как раз перед камерой «Мамедыч». Мы этим не занимаемся, мы исключительно научный канал. Так вот, что я вам хочу сказать. Речь идет о давнем споре. Мы считаем, что селективные ингибиторы обратного захвата серотонина не являются антидепрессантными. Просто потому, что они селективны и влияют только на серотониновые нейроны. В то время как всем известно, что депрессия – это страдание трех типов нейронов, серотонинов, норадреналов и дофаминов. И речь идет о том, что господин Султанов придумал очень глупое, действительно, объяснение. Он говорит о том, что дофамин является прекурсором норадреналина, это действительно так, из дофамина формируется норадреналин, что мелатонин синтезируется из серотонина, это действительно так. Но, между прочим, он не говорит о том, что обмен серотонина и дофамина, и норадреналина – это совершенно разные вещи. Поэтому, если вы действуете на обмен серотонина, вы можете, конечно, подействовать на обмен мелатонина, но вы не сможете разогнать обмен дофамина и норадреналина. Более того, серотонин является тормозящим нейромедиатором. Он будет тормозить дофаминовые и норадреналиновые нейроны, но это никто не хочет учитывать. Все говорят о том, что селективный ингибитор обратного захвата серотонина является препаратом первой линии при лечении депрессии. И эту же глупость повторяет доктор Султанов, не знаю, зачем он это делает. И эту же глупость повторяют многие доктора и автор вот этого коммента. Ну, что касается там желания раскрутить свой канал на хайпе, то это уж я оставляю без комментариев. Следующий вопрос. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, почему флуоксетин является чистым ССС, обладает выраженным стимулирующим действием, а следовательно и антидепрессивным. По логике, в представленном видео, такими эффектами должны обладать только Д и Н компоненты антидепрессантов. На самом деле, это очень интересный вопрос. Мы много говорили о селективных ингибиторах обратного захвата серотонина. Вот препарат под названием флуоксетин. Этот препарат является селективным ингибитором обратного захвата серотонина с некоторыми особенностями. Основное действие, конечно, серотониновые нейроны. Но этот препарат блокирует так называемые серотониновые рецепторы типа 2С. И в результате этого воздействие серотонина G на дофаминовые нороадреналиновые нейроны снижается. То есть дофаминовые нороадреналиновые нейроны растормаживаются. И это приводит к тому, что флуоксетин, вот этот первоначальный эффект, который возникает, то есть усиление тревоги, он наиболее выражен именно у флуоксетина. Называть этот эффект стимулирующим я бы не стал, потому что стимулирующим эффект называется у психостимуляторов. Антидепрессанты не являются психостимуляторами, у них иной механизм действия. И тем более нельзя говорить о знаке равенства между стимулирующим и антидепрессивным действием. То есть на самом деле этот вопрос содержит в себе очень и очень много вопросов. Вот почему наиболее выраженная тревога возникает при приеме СИАЗС? Ну потому что растормаживаются не только серотониновые нейроны, но одновременно чуть-чуть дофаминовые нороадреналиновые. Является ли это поводом для того, чтобы назвать флуоксетин СДН-антидепрессантом? Конечно нет. Потому что воздействие на дофаминовые нороадреналиновые нейроны, оно очень и очень слабое. Оно идет через один из типов рецепторов. Следующий вопрос. Здравствуйте. Опасен ли препарат Депакинхрона и зачем он назначается вместе с респиридоном и циклодолом? Значит, поверьте мне, пожалуйста, нет опасных препаратов. Если препарат назначается по показаниям, международно признанным и утвержденным, если он назначается в соответствии с инструкцией, если он назначается в соответствии со всеми предосторожностями, которые в инструкции прописаны, то опасности от приема препарата, ну я не могу сказать, что никакой. Конечно же она есть, мы все равно что-то можем не знать. Но все-таки она минимальная. Другое дело, если препарат Депакинхрона, как это делается у нас, назначается больным вообще без каких-либо показаний. Вот я рассказывал о докторе Сычеве, рассказывал, который рекомендует принимать Депакин для лечения тревожных расстройств. Это без показаний, без каких-либо исследований. И таких людей очень много используют Депакин в Москве очень часто при лечении шизофрении, что абсолютно неверно, потому что Депакин не показан для лечения шизофрении. Другое дело, что Депакин используется для оккупирования маниакальных состояний вместе с антипсихотиком, ну например, респиридоном, при биполярном аффективном расстройстве. Циклодоз же здесь является корректором. Я не знаю, является ли ситуация вот такой, о которой я говорю, потому что на самом деле диагноз может быть и другой, потому что, еще раз говорю, Депакин может использоваться и неправильно. Поймите, еще раз вы должны это обязательно запомнить. Препарат используется по показаниям в соответствии с инструкцией, все в порядке. Препарат, который используется вопреки инструкции, вопреки показаниям, вопреки доказанной эффективности, конечно же, дебеды. Следующий вопрос. Отвергая предлагать, что вы можете предложить для лечения маленького ребенка с аутизмом? Прежде всего, я могу предложить ограничить использование антипсихотиков, ограничить использование средств, ноутропов всяких, которые ребенку не помогают, которые ребенку могут даже навредить. У меня есть на этот счет несколько роликов, пожалуйста, почитайте. Надо исключать любые психотропные препараты, которые не показаны, которые обладают противопоказанием, которые могут навредить головному мозгу ребенка. Потому что ребенок, страдающий аутизмом, у него совершенно другой мозг. Он формируется по другим механизмам, мы об этом уже рассказывали. Там совершенно иные проблемы. А ведь очень часто наши психиатры путают аутизм с шизофренией и начинают назначать таким больным на длительное время нейролептики, что, конечно, непереносимо. Я сам сталкивался с такими ситуациями, я видел, как это происходит. Поэтому это нужно исключить. Я понимаю родителей, которым напрямую врачи-психиатры говорят, что если вы не будете назначать своему ребенку нейролептики, то все будет плохо, он у вас таким останется. А вот если вы будете назначать нейролептики, то все будет хорошо. Не верьте таким людям, не будет хорошо. Поэтому что на самом деле, конечно, нужно предложить? А ведь родители очень и очень хотят вылечить, они очень хотят помочь своему ребенку. А что можно сделать, если фактически препаратов нет? Значит, нужно искать новые препараты. Для этого нужно объединяться всем. Для этого нужно объединяться в сообщество. Для этого нужно лоббировать интересы. Обязательно нужно выделять время родителям ребенка, для того, чтобы могли они с ним проводить время. Фактически, что такое ребенок, страдающий аутизмом? С ним рядом всегда должен находиться взрослый. А как это можно сделать? Это можно сделать реально только в том случае, если общество пойдет навстречу таким семьям. Если поймет, что таким семьям надо идти навстречу, что надо хотя бы оплачивать родителю пребывание с этим ребенком, помощь в воспитании, нужны социальные работники, нужны специальные психологи для того, чтобы разговаривать с ребенком, нужны логопеды для того, чтобы корректировать развитие речи. Да много чего нужно, на самом деле много специалистов. Вот если такие программы создавать, если их эти программы доводить до ума, то, поверьте мне, можно очень много сделать с этой самой проблемой. Конечно, сейчас она очень и очень тяжелая, но еще раз говорю, надо объединяться и вместе эту проблему решать. Следующий вопрос. Это, конечно, вопрос про, опять же, Витамоду. Разговоры идут о том, что вот лирика, ролик вышел там неделю назад, а Витамода говорил про лирику о том, что лирика не вызывает зависимости. Он говорил несколько лет назад, что он мог не знать о том, что лирика вызывает зависимость. Значит, что я вам по этому поводу обязан сказать. Работы о том, что лирика вызывает зависимость, они появились в конце нулевых годов. Так что это не несколько лет назад, а больше десяти лет назад. И, конечно, человек, который назначает лирику, он должен интересоваться, что происходит с препаратом, который он назначает. Какие новые данные появляются по этому препарату? То есть он должен был знать и имел возможность знать, но он не делал этого, потому что он дремучий. Поэтому мой ролик, он абсолютно справедлив. Лирика – это косяк Витамода. Он подсаживал больных на лирику. Всем, в общем-то, это известно. Ему самому это известно. И это его врачебная ошибка, за которую он, конечно, рано или поздно поплатится. Возможно, конечно, не перед больными, которых он посадил на лирику. Возможно, даже не перед законом. А может быть, он просто расплатится за свои поступки перед Богом. Я, во всяком случае, очень и очень на это надеюсь. Следующий слайд. Вопрос, прошу прощения. Михаил Юрьевич, Вы упомянули, что ракон – это чешский препарат. Будьте добры уточнить, является ли этот препарат самочи рецептурным, или его можно приобрести в аптеке свободно? Ну, во-первых, по поводу Чехии и чешские препараты. Значит, активная субстанция для этого препарата, то есть то, что составляет действующее вещество этого препарата, производится в Чехии, а сама таблетка изготавливается у нас, туда просто добавляется помогательное вещество, и появляется таблетка. Поэтому, конечно, в наибольшей мере, это все-таки чешский препарат, действительно, ракона. Но в то же время его можно и считать отечественным. Конечно же, в Чехии он является везде, во всем мире, он является рецептурным препаратом, и свободно его в аптеке приобрести невозможно. И точно так же и у нас это рецептурный препарат. Следующий вопрос. Док, можно вопрос? Залофт и Брентеликс могут сочетаться? Вот, это очень интересный вопрос. Вот, некоторые психиатры называют Залофт самым, скажем, поносным препаратом, или диарейным препаратом, я же не знаю. То есть, он вроде бы больше всех вызывает поноса. А Брентеликс является вторым по тошнотворности. Вы знаете, что мы Брентеликс называем недосантом, тошнотворным недосантом. То есть, получается, селективный ингибитор обратного захвата серотонина диарейный и, значит, недосант тошнотворный. Это интересный вопрос. Боюсь, что вообще из этого сочетания ничего не получится. Потому что люди, когда вот они пытаются что-то там кумекать, какие-то препараты сочетать, они абсолютно не учитывают их механизм действия. Что Залофт, что Брентеликс активизирует серотониновые нейроны, используя одни и те же серотониновые рецепторы первого типа. Соответственно, что будут делать Залофт и Брентеликс в первую очередь? Они будут конкурировать за эти рецепторы, за воздействие на эти рецепторы. И в результате, конечно же, да и за белок-транспортер, который обеспечивает обратный захват серотонина, соответственно, боюсь, что какой-нибудь из этих препаратов победит. И я даже могу сказать, какой. Я думаю, что Залофт победит. Я думаю, что он эффективнее воздействует как на белок, обеспечивающий обратный захват серотонина, так и в результате на серотониновые рецепторы первого типа. Так что, пожалуйста, не надо таких безумных совершенно комбинаций. Следующий вопрос. Добрый день, док. Подскажите, в государственный трест лекарственных средств добавлен новый флуоксамин от 16.02.21 с регистрационным номером от ООО «Дженефикс» и производителя ООО «Эдвансдфарма». Подскажите, есть вероятность, что на рынке появится еще более дешевый дженерик? Вообще, вам большое спасибо за этот вопрос. Он говорит о том, что вы бесконечно верите в психфарм ТВ. Но беда состоит в том, что мы не знаем вообще. Я из гостреста сам первый раз узнал, что есть такое ООО «Эдвансдфарма». Я, честно говоря, не знаю, что это за компания. Я ничего плохого об этой компании сказать не могу. Просто у нас действительно много появляется фармацевтических компаний. Кто его знает? Что это за компания? Откуда эти компании? И уж тем более я не могу сказать, что думает руководство по выводу нового флоуксамина на наш рынок. Сколько он будет стоить, этот флоуксамин? Где будет производиться активная субстанция? Честно говоря, мне это все пока непонятно. Поэтому, к сожалению, несмотря до вашего веры в наши способности, я ответить ничего не могу. Будет он более дешевым? Не будет? Не знаю. Следующий вопрос. Вопрос. Доктор, добрый день. Что можете сказать по поводу Санопакса? Я по поводу Санопакса говорил очень и очень многое. У меня есть несколько роликов по поводу Санопакса. Очень хорошо, что вы задаете такие вопросы. Пожалуйста, вот если вы хотите узнать про то, что я говорю про какой-то препарат. Вы в поисковой строке Ютуба набиваете «Психфарм ТВ» или мою фамилию Дробежев и пишете туда препарат под названием Санопакс или какой-нибудь другой препарат, который вас интересует. И тут же появляются ролики. Вам остается только эти ролики просмотреть, и вы узнаете, что я думаю препарат по поводу препарата Санопакса. Кратко скажу, этот препарат, который на самом деле никому не нужен, ни зачем. А почему он не нужен, пожалуйста, смотрите мои ролики, там все будет понятно. Последний был вопрос. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Смотрите, пожалуйста, нас. Пишите нам комменты, ставьте лайки, пишите нам вопросы. Мы будем очень рады на них отвечать. Как видите, много вопросов очень интересных. Подписывайтесь на наш канал, кто еще подробно отвечает на ваши вопросы. Всегда отвечаем на ваши вопросы. Как только находим свободную минутку, тут же входим в чат, отвечаем на ваши вопросы. Становитесь спонсором нашего канала. И если вы хотите отблагодарить нас за этот ролик, то в его реквизитах вы, как всегда, найдете... В его описании, прошу прощения, вы найдете реквизиты счета. До новых встреч. Продолжение следует...